Добро пожаловать, так сказать, в вот этот формат, обзор одним дублем. Посмотрел, потому что только что Avengers Endgame, как там, Мстители, Финал или Завершение, последняя серия или ещё что-то. Кстати, она не последняя, в смысле, они же наверняка ещё будут с ними что-то делать, потому что, ну, опять же, я не хотел спойлерить, просто такое ощущение после конца этого фильма было, что это не конец именно какой-то трилогии или эпопеи, там, вот как Звёздные войны хотят, типа, последний девятый эпизод сделать, а как, ну, как просто завершение одной сюжетной линии какой-то, которую, опять же, я всё ещё не видел никаких фильмов про Avengers, я только видел предыдущую часть Infinity War и Guardians of the Galaxy. И, по-моему, а, и Ant-Man'ов я ещё видел, ну, Людына Мураха. То есть, я всё ещё не знаю, кто такой Капитан Америка и Железный Человек, и Тор, а этот фильм именно про них в основном, то есть, тут вот именно всякие там такие бэк-стори, там всякие отношения их с родителями, я вообще не знаю, как бы, во-первых, какая у них супер-пауэр и, ну, о чём это всё. И если без спойлеров, вот я сначала расскажу без спойлеров, как бы, в общее впечатление. Я всё время слышал от всех, что, типа, фильм слишком длинный, там, 3 часа, и, типа, там, ну, монументально, там, и куча сюжетных, 22 фильма, там, ну, 10 лет оно всё, там, или больше. Ну, короче, типа, эпичное именно в плане масштабности. То я даже боялся, что он будет ощущаться дольше, чем это. То есть, что там, все говорят, он как бы очень насыщенный, что в каждой минуте много всего происходит. Но на самом деле, по ощущениям, он длился вот именно, ну, как, часа 2, именно в том смысле, что в нём как легко было следовать за событиями, и как бы всё очень так, ну, сфокусировано, учитывая, что тут столько персонажей, как бы, и, ну, легко можно было это не так последовательно снять, и была бы путаница, но тут, по сути, вот, как бы, есть единство места хотя бы, и от этого понятнее, как бы, что происходит. Кроме тех моментов, когда путешествия во времени были, это как главная такая фишка этого фильма, они, как бы, я не знаю, спойлер ли это, просто мне нравится, как они смеются с этого, они цитируют напрямую эти Звёздные войны, ой, не Звёздные войны, а Back to the Future, Билл и Тед, именно все фильмы про путешествия во времени, даже те, которые не про это, они там, ну, этот Человек-муравей, в общем, про это шутил. Это было прикольно. И вообще, мне сам персонаж Муравья нравится, в общем, фильмы с ним, и он тут реально пригодился, как бы, с вот этим квантовым. Кстати, что ещё, что немного странно, это то, как именно они решили спасти всех. То есть, прикольно, что вначале, ну, опять же, это уже, наверное, спойлеры, я, в принципе, опять же, подразумеваю, что все видели этот фильм, поэтому я, когда записываю видео, то я хочу обсудить именно всё, а не там вдоль-до-около ходить. Если вдоль-до-около, то общее ощущение от фильма, как бы, такое, немного печальное, как бы, именно даже когда хэппи-энд, то всё равно оно так немного грустно, если он там был, конечно. Типа не спойлер. И больше было в нём именно драмы, чем экшена. То есть, я осознал, например, по-моему, первые полчаса вообще не происходило никаких таких динамичных стенд. Там только один раз такая почти как пародия была на какой-то, ну, как, типа, как самураи сражаются мечами. Я думал, что это они попали в фильм в другой, потому что оно как не в тему было в этой вселенной, что ли. И там какой-то был персонаж, которого, я не знаю, какой-то то ли ястреб, то ли сокол, что-то там. В общем, он с мечом бился, наверное, он какой-то герой. И, а до этого полчаса вообще никто ничего не делал. Все, как бы, герои уже давно, типа, сдались, отказались от своих навыков. И фильм был о том, как они друг к другу ездили на машинах, просто разговаривали, и, по сути, все сдались. И, как бы, это очень так, ну, не стандартно в плане формата. То есть, обычно фильм начинается там с такого чего-то эпичного, а потом медленно опять нагнетается. А тут он ни с чего не начался. Тут сразу, как бы, ну, он, наверное, подразумевался как вторая часть Infinity War. Поэтому подразумевается, что их надо смотреть вот так вместе. И тогда предыдущая битва, это как было такой клаймакс, и потом оно пошло опять нагнетаться, наверное. Ну, я к тому, что тут даже вот после середины все равно очень долго было затишь и разговоров просто таких не экшн-сцен, а чисто, ну, по сути, как в играх, когда не геймплей, а кат-сцены. Вот тут много кат-сцен было в этом фильме, в Endgame, так сказать. Тоже прикольное название. Ну, теперь, наконец-то, можно спойлерить. Так вот, вот этот... Я именно ожидал. Сам метод, которым они хотели всех спасти, я все время, даже до того, как фильм выйдет, реально все гадали. Типа, как же, как они смогут всех спасти? И мне нравится, что они в фильме это обыграли, они реально тоже показали, как все просто такие вот, ну, такие сидят именно, лежат за столами, куча бумаг, планов всяких. То есть, все реально думают и долго пытаются придумать. И это мне напомнило, ну, мне показалось, что это таким образом режиссеры сами, или те, кто это снимали, в общем, свой творческий процесс показали, потому что они, наверное, сами вот так же само брейнстормили и думали о том, как они это вообще разрешат, потому что слишком такое, ну, как твист был слишком эпичный, чтобы половину героев убрали. А тут они тоже вот долго думали, и даже не получалось в них, потом сдались, и аж пять лет прошло, и там реально вот мир такой, ну, как постапокалиптический стал, и вот эти вот мне нравятся сцены, где куча таких, как shallow graves, монументы с надписями исчезнувших, это так как-то вау, ну, оно реально дало ощутить вес потери, потому что в предыдущем фильме этого не было. А потом вот этот аж людина-мураха вернулся из квантуома вот этого сабатом, или как оно, сабатомик вроде, ну, из вот этого полуатомного мира, в общем, вернулся. И потом Айронмен каким-то образом смог догадаться до вот этого вот листа Мёбиуса, так называемого, но они это очень, ну, то есть, они не удосужились объяснить публике, как это действует. Я, поскольку читал книгу там, Калугина, в общем-то, там лист Мёбиуса был объяснён, и я как бы с этим феноменом знаком, как бы просто так совпало, что я понимаю, о чём речь, потому что просто где-то ещё это уже объяснили. Но тот, кто не знает, о чём речь, для того не будет никак понятно, как именно они, по сути, изобрели машину времени, но не совсем. То есть, вот это у них какие-то типа капсулы, которые давали возможность им всем уменьшаться, вроде как, и перемещаться не сквозь время, а на другой, как бы в другой реакции. Ну, короче, они сами даже как будто не удосужились объяснить это всё, и даже, ну, не следили за тем, насколько это всё там достоверно и всё такое. Например, мне никогда не было понятно, почему они могли все перемещаться во времени, но ещё и в разные места. Вот даже первый тестовый прогон вот этого капсулы был, когда вот этот ястреб, или кто он там, телепортировался к себе домой каким-то образом, хотя он был уже вот в этом HQ, то есть, вот это было странно. Ещё, кстати, Халк теперь стал таким, типа, как два в одном, то есть и мутант, и не мутант одновременно. Оно прикольно, потому что, как бы, в прошлый раз он вообще весь фильм не мог им сделаться. С ним фильмов я тоже не видел, потому что я не видел Эвенджеров, и первый раз я увидел его вот тут, собственно. И плюс они показали ещё момент, когда он был в первых Эвенджерах. Они просто путешествовали обратно во все фильмы, то есть, перепосещали. Прямо как в Гарри Поттере, когда в конце они тоже возвращались на иную комнату, там и всё такое. Кстати, реально очень похоже именно структурой сюжета, тем, что надо было разные элементы из разных мест собирать, и потом такая схватка. Да, кстати, сильно много общего. к чему это о том, что путешествие времени, непонятно было места, и... Окей, ладно, надо, я же одним дублем, я же это всё не смогу вырезать. Короче, в конце, вот, сам Танос, блин, мне его мотивация, я не понимаю, он так быстро передумал, то есть, ещё до того, как он собрал все камни и всё сделал, он увидел, что с ним случится, и такой сразу... А, ну тогда не половину, тогда весь мир уничтожил. И это так глупо как-то, это так как бы, ну, не соответствует этому персонажу, потому что раньше он был, типа, таким нетипичным для того, как обычно себя злодеи ведут. А этот как-то сильно просто, что ли. И в конце, вот, реально, конец, это самое такое, ну, наименее интересное в этом фильме, потому что просто как сражение, даже один в один мне напомнил Ready Player One, когда просто все персонажи всех франчайзов сражались, и ничего не было видно, потому что я же плохо вижу, как бы, в очках и вообще... Ну, в смысле, в 3D очках. Кстати, 3D эффект был классный. И вот в конце, вот эта битва, то есть, прикольно было, что каждого персонажа показали некоторое время, но в целом, ну, не было особо, как бы, ставок высоких, то есть оно как такое невесомо ощутилось. Этим тоже Гарри Поттер напоминаю, потому что в конце там, потому что, когда музыка заглушала все битвы, то не было, ну, как бы, было все равно вообще, что происходит. И тут плюс из-за того, что я никого не знаю, то еще более непонятно было. То есть, этим оно напомнило Infinity War, потому что там тоже не знал, кто все эти люди. Но, и при этом, вот, что мне больше понравилось вместо вот этих вот экшн-сцен, это как раз эмоциональные моменты, когда вот Тор, например, из него тоже делали, типа, там, такое пивное брюхо ему дали, и это, честно говоря, это такой юмор, ну, в смысле, оно... Я не совсем понял это, в смысле, ну, не самый мой любимый момент в фильме был, когда он вот это, типа, там, такой весь играл, там, и потом к нему пришли, а он там шутил. То есть сам актер прикольный, в принципе, но... Я, поскольку не видел Тора, я даже не знаю, каким он еще бывает, и почему ему так иногда получается топор позвать, иногда не получается. Потом в конце Капитан Америка тоже позвал этот молоток какой-то, и все там кричали, за нами сидели, там, именно, три таких школьника, именно, и кричали, весь фильм, каждого называли, тарабанили по креслам, именно так, именно напряжение, взрывы, и они перекрикивают эти взрывы, так комфортно было смотреть, особенно, когда тишина какая-то, и в это время все либо шуршат, ну, в общем, да, кинотеатр, как бы, это понятно. К тому, что, блин, я не знаю, даже, что Капитан Америка вообще умеет делать, а все были в шоке от того, что он, оказывается, умеет какой-то там молоток держать, и это было большим каким-то шоком, типа, наверное, он брат Тора, или я не знаю вообще, о чем речь, но... Это просто первый раз, когда я вижу Капитана Америку в действии. В прошлом фильме его почти не было, он там что-то появился на поле, на этом, там, прыгнул что-то, и всех убили. А сегодня в этом он всех мотивировал, и, как бы, и все, ему принес щит Железный Человек, который, я так понимаю, всем все делает, потому что и Человека-паука он снабжает всем, и этому он дал щит, как бы, без него не обходится никто, как бы, что... в чем вообще? Я же не видел Железного Человека, поэтому я не понимаю динамику этого. Но, то есть, Капитан Америка, он вообще как, он супергерой или нет? Он умеет хотя бы, там, левитировать, он пуленепробиваемый, как Супермен, или он просто вообще, вот, просто со щитом ходит. В чем прикол? Я не знаю, надо будет посмотреть, но мне тупо, вот, даже неинтересно. По телевизору когда-то даже показывали, именно, ну, Капитан Америку, и я так посмотрел минуту, и мне стало неинтересно. Просто в кино, ну, хочется такое смотреть, а специально не хочется. Я даже этого Стрэнджа, там, пытаюсь все время заставить себя посмотреть, и не могу, как бы. Ну, даже вот Infinity War я не пересматривал, потому что оно не в кинотеатре, не прикольно, в общем. Так вот, в общем, они возвращались в разные фильмы. А, и вот классные были именно вот эмоциональные моменты, мне больше понравились, чем вот эти все битвы и все такое, там, ну, флэши, там, все эффекты и прочее. Вот когда, например, Железный Человек вернулся и случайно с отцом своим встретился, и сначала не было понятно, что это он, и обычно, как бы, в таких сценах они просто, там, отвлекли кого-то, там, обманули и разошлись. А тут они именно зацепились такие и по лифту едут, и дальше такие говорят, такие обсуждают будущее и о том, ну, то есть, я только потом понял, что это его отец, и он, по сути, про него говорит в будущем, и спросил у него все, и, ну, это, блин, это так даже действительно задело, даже при том, что я не знаю, что это за персонаж, и не знал, что у него, там, какие-то с отцом были, там, ну, драма и все такое, но оно классно было. И когда Тор маму встретил, и она тупо все поняла, такая, а, ну да, ты из будущего, окей, хорошо. Не-не, не рассказывай мне, что произойдет, все нормально. Вообще, ну, как это возможно? Говорит, а, ну, я ведьма просто, я с этим всем имею дело. Это круто было. Еще прикольный момент, ну, это такое, это странно, потому что в тот раз, когда я посмотрел Infinity War, мне Гамору было жалко, реально, потому что она классный персонаж, и Guardians это единственное, что я знаю из них всех, и я ждал, когда уже появится Крис Прэтт, когда Гамору, ну, Гамору я не ждал, я вспомнил, что ее нету, там только вот эта ее сестра была хиняя, вот эта. И они, блин, прикольно так сделали, они, по сути, поменяли местами, они хитро так вернули Гамору, но вместо нее выкинули вот эту какую-то Наташу, так называемую, которую я, опять же, не видел, Avengers, поэтому я не знаю, кто она. И вот это, вот первый раз я ее вижу, она просто спрыгнула с этой горы, как бы, что будто это еще один персонаж, которого я не знаю, получил камень. И это было смешно тем, что они, вместо того, чтобы друг друга пытаться отговаривать, нет, лучше я, лучше, они именно сражались за то, кто пожертвует собой. Это было реально так, ну, нетипично, непривычно, в общем, как это говорится. Unconventional, не знаю, ну, короче, это было смешно по-своему, потому что в тот раз на этой горе, как в Скайриме, Танос, там, The Ultimate Sacrifice сделал, а здесь, вместо этого, они это еще и комично смогли обыграть, и оно, как бы, повторяет, это, ну, куски того фильма, но и в новом свете, поэтому прикольно, как бы. Было бы прикольно, если бы я еще знал, кто эти персонажи, и было жалко кого-то, потому что, реально, вот, все, кто тут умерли, это все, кого я не знаю, и до кого мне все равно, поэтому предыдущий фильм меня больше задел именно, потому что я, ну, Гамору, например, мне было жалко, но она затвернулась, так что, ей, в этом смысле, как бы, мы победили. А вместо нее вот это, которое я даже, как бы, ну, увидел и сразу забыл, как бы, так что, вообще, именно драматичности смерти вообще не ощущалось здесь. И насчет мест. Вот, они же, по сути, перепосещали всю франчайз, там, во все фильмы возвращались, и в разные места, в которых они были, снова посещали. И некоторые из них классные были, ну, вот, реально, там, в принципе, места были менее нейтральные, то есть, они либо в этом доме, в основном, были, либо в таком абстрактной пустоши, в таких руинах каких-то, даже не в городе, а просто, как в каких-то непонятных таких, в компьютерной игре, блин. И вот этот мир, в котором, собственно, Танос был, который в предыдущем фильме, вот он наименее визуально интересный, и поэтому мне было даже не прикольно, что тут много было слишком в этом мире происходило. Мне больше нравилось до этого, когда в таком, ну, более-менее обычном мире все было. Именно в плане локации, в общем. И в плане персонажей тоже, получается, что слишком поздно, получается, вернулись все, причем так классно вернулись эпично, это мне понравилось, как бы. Если бы не вот эти, блин, комментаторы сзади, трое или четверо, блин, которые каждого вот так вот такие хлопали, и каждый, когда появляются, они его имя называют, и такие, ой, это ж, эээ, или, эээ, а кто это? И они сами часто не знают, потому что реально сильно много, но оно этим смешно даже было, когда они все появлялись. И Человек-паук такой, там, в траншеях они бегают, и он ему там за секунду объяснил. И он потом щелкнул пальцем, и мы такие исчезли, и доктор Шэнг сказал подождать, а потом сказал выходить. То есть для них вообще, ну, не прошло время, то есть они пять лет не ждали, чтобы вернуться. Это хорошо вообще-то, потому что в целом, кстати, вот те, которые остались, которые выжили в прошлом фильме, и пять лет прошло, то реально ощущается вес потери на них, потому что все реально такие, как, ну, постарели физически, действительно, актеры все. И когда даже они смотрели на себя из 2008 года, то оно реально грустно, даже именно из-за того, как все актеры постоянно меняются, и как... Это вообще самое в этом всем печальное. Особенно, учитывая, как актеры эти больше ничего не будут делать. Ну, и Iron Man, мне кажется, уже все. Или вот этот Логан там какой-то был еще из такого формата. То есть, ну, от этого грустно не из-за фильма, а просто как бы из-за факта, что как бы актеры не вечные, в общем. И в конце вот это там тоже, насчет того, что Капитан Америка почему-то отдал щит... Я так понимаю, это был Человек-Пантера, потому что я тоже его не смотрел, не знаю, кто это. И как бы, не знаю, наверное, это важно для фанатов комиксов, которые там, типа, герой передает свое наследие или все такое, но поскольку я не знаю, о чем речь, то как бы... Если бы я еще хотя бы, как бы, еще признал, что мне хочется посмотреть остальные фильмы, но нет, как бы. Разве что, ну, Guardians of the Galaxy можно будет посмотреть, а так, как бы, мне все еще все равно, в общем-то. И оно даже дает осознать, насколько вот даже те фильмы были по-своему лучше, то есть оно немного повторяет, и так, типа, как пытается былую славу вернуть в каком-то смысле, но... Не знаю, вот именно ощущение общее было такое, как будто бы вот сами актеры и персонажи, и режиссеры, соответственно, пытались именно, вот они в фильме показали, что они хотят сделать, то есть тут все очень так открыто, именно этот фильм, о том, как бы, ну, подводит итоги всех фильмов, показывает, перепосещает их, повторяет, и даже Танос опять возвращается, они опять с ним сражаются, но теперь не так интересно, потому что реальность не искажается, потому что теперь он, по-моему, камни, время... А, он все камни вытащил из него, и тот не смог ничего сделать. И в Infinity War было классно, что он мог манипулировать время и реальность, и это давало интересные, неожиданные, такие сюжетные повороты, ну, и плюс эпичные. А тут, в этом плане, вообще камни никак не использовались, они их просто собрали, а, Халк вот хотя бы вот пригодился, то есть он из-за того, что теперь два в одном стал, то он потом одел эту перчатку, и я думаю, о, круто, в том фильме он ничего не сделал, а тут, наоборот, он все сделал, он как раз щелкнул этим пальцем, это круто было, и он даже, по-моему, смог всех вернуть тогда. Но это было непонятно, потому что какой-то сразу взрыв произошел, и их всех бросило под землю, и я не понял вообще, что это, как это произошло все, но вроде потом все вернулись, но не сразу, и такое вообще запутанно. И вот в конце, когда все вернулись, то они очень поздно вернулись, очень мало всех было, и даже, я боялся, что Грут, допустим, не скажет фразу, я егрут, ну, а ямгрут, вот это все. Но он в конце сказал все-таки, именно как бы для галочки. Но, например, Крис Прэтт, я его ждал весь фильм, его, вот он, по-моему, одну строчку в диалоге сказал, когда Гамору встретил. Это так круто было, потому что она не знает еще, что она умрет, а он ее давно не видел, и она все равно его, как бы, ну, там, сразу избивает, и это так, ну, в духе этих мстителей, ну, как они там, Гардианс, стражей, да. Это было круто, но мало, блин, мало было тех, кто вернулся, и Человека-паука было мало, он там, железные, короче, вот эти вот, какие-то штуки на спине у него были, и он, ну, на поле на самом, то есть, они каждого по чуть-чуть показали, и Человек-паук почти ничего не сделал, он там пару метров пронес эту перчатку, и потом кому-то еще передал. И, ну, было классно, конечно, когда кто-то метнул, вот этот, не топор, а молоток, и он за молоток зацепился, то есть, ну, физически прикольно было, что он не за дом зацепился, а за молоток, в общем. И вот эту, кстати, новую, Капитан Марвел, ее тут реально использовали именно для всего, она как Супермен этого, то есть, она чинит все проблемы, то есть, все, что остальные герои не могут сделать, то она там, типа, она сквозь космос летает, я так понимаю, она вообще как, всевластная, то есть, и она первая на Тонаса напала, и в начале, и в конце, то есть, такая бесстрашная, жалко, конечно, что с ней фильм, говорят, вообще ужасный, и актриса сама, там, вот эти скандалы всякие, там, ну, то есть, я пытался об этом не думать во время фильма, но трудно было игнорировать, и как бы ее тут немного изменили, то есть, прическа там другая была, и, ну, все равно вот эти, над ней вот эти вот эффекты, там, разноцветные были прикольные, то есть, она как герой, как супергерой прикольная, а актрису там все ненавидят, и все такое, и я фильма предыдущего не видел, поэтому в этом смысле, она, как персонаж ее не было, но, зато она хотя бы всех спасла, и, во время боя было прикольно, что она как такой козырный туз, которая может все, как вот эти орлы во Властелине колец, которые в последний момент всех спасают, вот это вот, ее было такое, и, вот я же говорю, она достаточно затянуто, но общее настроение прикольное, такое вот грустное, в целом фильм такой именно, как не, ну, серьезный, в общем-то, и шутки были, но их как-то в меру было, и, ну, такие они были, опять же, наверное, они больше понравятся тем, кто смотрел, хотя бы Мстителей, которых я не видел, поэтому, например, о том, что они Капитана Америку там обсуждали, с Человеком Муравьем, и, я не знаю, если бы я, ну, да, персонажей знал, было бы интереснее, а так, в целом, как фильм, я, в принципе, еще по обзорам, которые я смотрел, так частично, до спойлеров, там, услышал, что люди не в восторге, то есть, они, как бы, для галочки говорят, что да, типа, это круто, потому что это завершение, но, вот, если подумать, если не видеть предыдущих фильмов, я, по сути, ну, не видел специально всех, то, как самодостаточный фильм, может ли он вообще, стоит ли он чего-то, в принципе, да, он как бы такой, как, я же говорю, как такое, грустное созерцание, о том, как оно все было, то есть, как для актеров возможность перепрожить это все, вспомнить, и как подвести итоги, но, именно в нем, в самом, мало было таких вот запоминающихся, даже экшн сцен, и даже каких-то драматических моментов, вот, из-за того, главный спойлер, человек, железный человек, по-моему, умер в конце, я не уверен, потому что, его еще могут вернуть, потому что, как бы, no one's ever really gone, как говорится, вот, я про него ничего не знаю, но он в этом фильме, конечно, молодец, такой, сначала сдался, потом вернулся, и потом в конце он умер, действительно, и, наверное, это будет шоком для кого-то, кто за этим персонажем следит, но для меня, как бы, такое, я уже забыл, что он умер, как бы, и плюс, потом голограммы там продолжились его, но сама вот это вот, ритуал был прикольный, когда его в реке отправляли, там какая-то надпись была еще, плыла по реке, что-то, то они так еще сняли, ну, камера такая, с одного персонажа на другой, на другой, на другой, все, просто все собрались вот так вот, и тут Guardian стоят, тут вот это тут, а, Ник Фьюри там в конце стоял, которого я не знаю, но я недавно играл бы, в игру Punisher на серии, там был Ник Фьюри, но там другой, как совсем, и я не уверен, что это Marvel, и, по-моему, с ним не было фильмов, или если был, то я не видел, в общем, ну, прикольно снято было вот это вот все, когда в конце они стояли, и, в принципе, более-менее, как хэппи-энд, оно ощущается, хоть и такое, bittersweet, то есть, не до конца, satisfying, то есть, не совсем хэппи-энд, из-за того, что вот Iron Man ушел, и дальше не совсем все знают, что будет дальше, в общем, и я думал, в принципе, что раз это такой эпик-финал, то тут либо все умрут, либо еще что-то подобное случится, но вместо этого, наоборот, Танос исчез, как бы, и оно так все, как бы, более-менее предсказуемо закончилось обычно, я вот пока гадал, как именно они смогут вернуть, то мне было, ну, реально я не знал, чем оно может закончиться, и мне было интересно, из-за этого, собственно, хотел посмотреть, и оно как-то достаточно обычно закончилось, и такой, типа, хэппи-энд, и, по сути, все остались, и дальше они смогут, то есть, фильмы с ними снимать, и вот, кстати, Человек-паук новый, я из них больше всего жду, мне Homecoming понравился, и Far From Home тоже, вроде как, будет хорошим, я к тому, что, как бы, персонажи все, ну, то есть, эта история закончилась, но, как бы, мне кажется, это не конец этого, то есть, наверняка еще может быть и Капитан, и еще, ну, я надеюсь, наверное, опять же, мне, типа, все равно, я не видел их, но, оно не ощущается, как конец, я об этом говорю, то есть, все выжили, только вот Капитан Железный, мне понравилось, как он в конце, типа, а я, что-то там, а я, блин, Железный Человек, или что-то такое, сказал, оно так как-то, ну, наверное, это какая-то отсылка, но, оно само по себе просто смешно, если какой-то рейтинг надо, то, где-то, не знаю, около семи, наверное, общий балл, из десяти, потому что, я же говорю, оно меня эмоционально не задело, до персонажей почти до всех не было дела, а тех, которые я ждал, тех было мало, и общее настроение такое, как у Фантастик Бист вторых тоже, оно такое, как бы, тяжелое, грустное, мрачное, и, ну, серьезное, в этом смысле прикольно, кстати, то есть, действительно, драматично было, даже из-за этого мешало, что в кинотеатре смотришь, и шум, когда в фильме тихий момент, то все начинают скучать, ерзать, там, шуметь, кричать на всех, и от этого тяжело было, но даже, в принципе, может быть, я однажды его пересмотрю, именно, чтобы по-другому, хотя, так, в принципе, в целом, даже медленные сцены, которые такие вот, эмоциональные, они были достаточно поверхностно, то есть, тут хоть и все достаточно компактно, то есть, каждая минута заполнена всем, но мало было таких вот именно, оно не в ширину и не в глубину, а как просто, как количеством взяло, то есть, как комикс ощущается все равно, то есть, каждая сцена как фотография просто, и быстро, и, ну, да, из-за этого, как бы, именно, не знаю, есть фильмы, в которых, как бы, хочется вот находиться, а тут особо, так все просто, как посмотрел кучу кат-сцен, и все, и почти забыл, я поэтому записываю сразу, после того, как посмотрел, потому что я знаю, что я на завтра уже не вспомню, что там происходило, как бы, так что, да, либо, ну, пока 7, но может даже меньше будет, потому что я уже забываю об этом фильме, и это, наверное, вина того, что я не видел остальных, но зато хочется Guardians пересмотреть, и, я надеюсь, с Крисом Прэттом еще есть фильм, кстати, если кто-то вдруг не видел, Lego Movie, вторая часть, там, это, считай, как бы, продолжение Guardians of the Galaxy, потому что там Крис Прэтт играет двух персонажей, которые, ой, блин, это спойлер, ну, в общем, там Крис Прэтта много, и там Рапторы при этом, то есть, идеально, если вы фанаты Криса Прэтта, после того, как я стал его фанатом, после того, как Jurassic World, второй его посмотрел, то Lego Movie 2 советую вместо этого, ну, нет, я думаю, этот фильм и так все посмотрели, так что, это бесполезный обзор, я просто для себя записал, пока помню вообще, что произошло, да, наверное, то все, если что-то еще, то не важно, выключай. Субтитры создавал DimaTorzok,